Очень неплохо, потому что сейчас это второй результат. Да, пока это второй, да. Ну и вот главный забег. Здесь Александр Федорива, олимпийская чемпионка в эстафете. В этом году она выиграла Кубок России в Ерено 11.09. Правда, там был сильный попутный ветер, поэтому официального лучшего результата сезона у нее нет. Вот Олеся Повк, зимняя чемпионка Европы. Ну вот решили выставить на 100-метровку именно ее, хотя вот Мария Ремень, вторая украинка, в этом году выглядит гораздо лучше. Наверное, может быть, она 200, скорее всего, побежит. Вот Марта Ешки, Польша, Марион Вагнер из Германии. Вот Олеся Повк, Аника Нора из Великобритании. Хотя 26 лет, мы, в общем, мы как-то ее мало-мало встречали на международных соревнованиях. Федорива, Екатерина Чехова, вот шестерка. Мы так привыкли, что все время Мадуака бегает. Даже вообще, кто у них еще по этой части есть британские команды, даже и не знали. Так, мужчины еще все-таки знаем нескольких, да, а вот женщин просто кроме Мадуаки, по-моему, никого не было. И вот новое лицо, даже любопытно. В этом году с 11.31 до 11.18 улучшила личный рекорд и вот сразу получила место в команде. Ну и, кстати говоря, британцы, как их старший тренер говорил, что они собираются дать бой. Именно российской сборной. Задергались. Ну, хорошо все-таки. Да нет, конечно. Останавливает. Кстати, это Олеся Поф. Да, да, да. Я не знаю. Вот сейчас может быть очень все плохо. Вот это, кстати, фольстар здесь очень непросто. Потому что это фольстар. Отдельно для спортсмена, да? Потому что она мало того, что она дернулась, она и выбежала раньше. А это может быть потери больших очков. Это очень большие потери будут, если сейчас будет решено. Кристиан Райф. Ну, очень знакомый нам, известный немецкий прыгун. Он не очень стабилен, но парень очень неплох. И за 8 метров в любой момент может прыгать. Смотри, какие там порывы. Только что был 0.2, да? Вот мы смотрели у португальца. А сейчас уже 1.9. То есть можно ловить хороший ветер, можно прыгать далеко. Погода прекрасная, все тепло. Стадион прекрасно вам известен. Это замечательный, знаменитейший олимпийский стадион в Стокгольме. Наш любимый. Очень уютный, очень хорошее покрытие. 7.94. И он сейчас выходит на вторую позицию. Плюс 1.9 у него ветер. Да, вот я и сказал, что порывы очень хорошие. Можно ловить. И, конечно, в этом плане не надо торопиться. Ветерочек можно и подождать. Ну что ж, все-таки судьи благосклонны. Очень, я бы сказала, благосклонны. Очень. Потому что действительно, уж более жестокое было бы наказание. Потому что сейчас вот так действительно, представляешь, вот быть на месте Олеси. Не дай бог вот так вот всю команду подвести. Ну и, кстати, вот стартер действительно начал соревнования с большой вот этой паузой. И уже спортсмены уже не понимают, что... Они не привыкли, да. Они не привыкли, да. Настолько привыкли, что сейчас быстро отпускают. А он, да, держит и держит и держит. Уже не в состоянии люди стоять. Украинцы тоже, кстати говоря, очень хорошую команду собрали. Ну у них вообще в этом сезоне, как люди выступают, прекрасно во всех видах. Мы уже говорили об этом. Ну, сейчас, кстати, готовы были опять начать дергаться. Очень здорово стартовала, кстати. Олеся прям подгадала. Олеся убегает. Убегает, да, но надо... Саша, она умеет финишировать, набегай, набегай, вторая, молодец. Молодец, да. А француженка выиграла. Вот те и все. Француженка выиграла. Вот так вот. 11-28. Хотя ветер плюс полтора метра сега. Можно ориентироваться на кого угодно, а надо просто быстро бежать. Вот и все. В итоге... Поздравление в данном случае украинской спортсменке за второе. За второе. В любом случае получается Олеся вторая, а Александра третья. Но ничего, у нас уже два третьих места и второе. Кстати, так близко, близко. Чуть-чуть на старте бы сработала Саша. Побыстрее. И можно было бы тут побороться за победу. Ветер хороший был, действительно. Все-таки Олеся вот такое впечатление слишком напряженно. Вот зимой такое впечатление, как-то даже лучше она бежала. Мне тоже кажется, что свободнее.